Мы совместно с нашим партнером Диалог Наука и Владимиром, представляющим руководитель направления внедрения средств защиты отдела технических решений Диалог Науки, проведем вебинар, на котором расскажем о тех новинках, которые появились в нашем продукте. И Владимир со своей стороны на своем стенде продемонстрирует эти новые фичи, которые мы выпустили. Ну и напомним, по традиции напомним то, для чего наше решение необходимо, почему оно важно, как оно работает и так далее для тех, кто с нами познакомился впервые. Соответственно, наши спикеры, да, по традиции представлены, чтобы было визуальное представление, хоть мы без видеосвязи, да, соответственно, так мы выглядим. Вот, рады будем любым вопросам в чате по теме, можно не по теме, но после тогда вебинара ответим. Соответственно, двигаемся дальше. Дальше. Немножко о компании Ксела. Соответственно, наша компания основана в 2018 году. В 2019 году у нас состоялся первый релиз продукта. И вот уже мы пять лет разрабатываем первую российскую платформу для киберобмана. Соответственно, мы являемся лидером сегмента класса Deception. И, соответственно, реализовали уже больше 30 проектов в интерпрайсе такого уровня, да, которые, соответственно, пользуются нашим продуктом, пользуются большинство заказчиков. Вот, если посмотреть по, соответственно, по тем, по отраслям, где чаще всего Deception используется, да, соответственно, это, ну, естественно, кредитно-финансовый сектор лидирует, потому что исторически он такой лидер цифровизации, да, где цифровизация, там нужна и защита от таргетированных атак и прочее, прочее, да. Соответственно, они первые, кто попробовали наше решение и среди банков достаточно, там, и кредитных организаций мы получили положительный отзыв о нашем решении и, собственно говоря, они стали одними из драйверами развития благодаря им и благодаря, ну, другим, естественно, нашим заказчикам, соответственно, наш продукт развивается ударными темпами, можно сказать. К этому подтягивается нефтегазовый сектор, IT, ритейл, соответственно, ну, как видите, пул заказчиков разнообразный, нельзя сказать, что там решение, как бы, основанно там, условно говоря, только направлено на один сектор, да, им можно пользоваться в различных секторах. Давайте непосредственно, перед тем, как перейти к нашим новинкам, немножко напомню, что у нас за решение, для чего оно нужно и почему его важно использовать. Соответственно, первое, да, у нас это решение представляет собой защиту от целевых атак, не в классическом его понимании, да, как вы там привыкли, да, там, классическими решениями, да, о которых мы чуть больше дальше поговорим, а немножко мы отталкиваемся от другого, да, соответственно, мы обманываем преступника, если он, не дай бог, попал внутрь корпоративной сети и предотвращаем у вас внутри компании различные недопустимые события. Как это происходит? Соответственно, на конечной рабочей станции мы разбрасываем ложный слой данных, но на слайде вы можете увидеть примеры, это лишь только маленькая-маленькая часть тех данных, которые мы, соответственно, разбрасываем и благодаря чему выявляем злоумышленника. Основная цель, да, если злоумышленник попал внутрь корпоративной сети, чаще всего он начинает использовать какие-то легитимные инструменты, легитимные протоколы, да, зачем ему использовать там какой-то инструментарий, шуметь вашим CM решением, да, когда можно просто использовать то, что есть RDP, WinRM и так далее, да, и если вдруг ему попадается какая-нибудь высокопрелегированная учетная запись, которая лежит на конечном хосте, там, например, якобы пользователь сохранил логин и пароль административной учетной записи в текстном файлике, да, и почему бы его не валидировать? И в этот момент мы его ловим, собираем базовую форензику и отправляем, соответственно, уведомления по почте, либо у нас есть возможность отправить это все. Сейчас в новом релизе, мы сейчас чуть-чуть подговорим, да, у нас появилась возможность, соответственно, эмулировать еще и различные устройства, которые можно, ну, выглядят как устройства, которые будто бы они стояли в технологическом сегменте. В целом это мы уже сейчас умеем, но в 2024 году мы собираемся это выделить отдельный модуль для того, чтобы наши заказчики, которых, которым, ну, необходимо защищать ASU-TP сегмент, да, могли эмулировать различные устройства и, ну, использовать как отдельный модуль, да, без, там, привязки к другим нашим решению, да, к нашей платформе, соответственно, здесь мы становимся более гибкими и более, наше решение становится более доступным. Если же поговорить, то, как сейчас выявляют заказчики целевые атаки, да, здесь, ну, достаточно классический набор инструментов, хотя, как сказать, классический, еще недавно там EDIR-агенты не были там так на слуху, как сейчас, да, но сейчас, собственно говоря, все больше и больше это, ну, набирает популярность, соответственно, уже, там, сложно представить, чтобы, там, компания более-менее крупная, там, не использовала EDIR, ну, и другие решения, и Сиемы, да, соответственно, куда собираются события, все они, ну, все они замечательные очень продукты, и если, как бы, говорить плюсы и минусы, да, безусловно, как у всех они, у них есть и минусы и плюсы, но самое главное, что они опираются на какую-то основанную логику, да, то есть это какие-то проведенные атаки, какие-то сигнатуры, которые уже были, да, то есть мы все время пытаемся догонять злоумышленника, а, ну, на наш взгляд, безопасность должна быть проактивной, да, ну, отчасти эту проактивность решают решения класса Threat Intelligence, киберразведки, вот, если кто-то там не смотрел на них, тоже советую заглянуть, достаточно такой хороший класс решений, где вы можете почерпнуть большие, ну, хорошие знания, и, соответственно, тоже немножко вперед узнавать новости о тех атаках, которые произошли в мире. Но в целом, как бы, в любом случае это будет, как бы, догоняющая класс решений. Наше решение немножко основано на другое, мы ориентируемся на психологию злоумышленника и теорию вероятности. Что это значит? Это означает, что мы, как бы, тоже, естественно, читаем отчеты различных вендоров о произошедших атаках. Ну, чаще всего психология злоумышленника из раза в раз не меняется, да, после того, как он попал в сеть, это и матрица метроатака, и CyberChainKill, да, показывает о том, что плюс-минус все это одинаково, да, соответственно, он пытается повысить свои привилегии и после этого дотянуться до какой-то цели, которая ему очень важна, да, там, в случае с банковским сегментом это нарушить какую-нибудь целостность, там, ДБО, в случае, там, с нефтегазом, там, или производством, да, какого-нибудь СУТП, и тут нельзя не напомнить те атаки, которые происходили, да, это там был кейс, например, с Тритоном, да, если кто не помнит, на Хабре есть хорошая статья, где рассказывается о том, как злоумышленники, там, используя легитимные инструментарии, начиная с компрометированной рабочей станции инженера, попали на ПЛК и испортили, так сказать, работу нефтегазового завода. Собственно говоря, в любом случае, так или иначе, это все, как бы, ну, они все строятся по классике, и, соответственно, вот, зная эту классику, можно, соответственно, на определенных этапах обмануть злоумышленника и не дать ему совершить то недопустимое событие, которое у вас, ну, как бы, заложено в ваших ландшафте кибер-угроз. Если, ну, посмотреть в целом, да, на индустрию, на то, как атаковали компании, там, в 2022, ну, уже тут 2023 год, да, то можно почитать различных вендоров, это и Позитивы, и Бизоны, и там, и группы IB, и, соответственно, они дают очень массу полезной информации, позволяют, ну, как бы, узнать и то, как себя ведут злоумышленники, да, и так далее. Сюда нужно добавить еще, что чаще всего злоумышленники, там, достаточно легко получают удаленный доступ, ну, доступ в компанию, да, вот, если посмотреть на статистику, то здесь, соответственно, 78% атак носили, ну, такой прям успешный характер, да, за счет чего это достигается. Ну, по статистике, да, у нас есть некая такая грань, которую мы разделяем, да, например, что у нас, ну, около 60 сейчас процентов атак происходит с помощью фишинга, да, соответственно, здесь на второе место, наверное, выходят уязвимости на внешнем периметре, это, там, различные проблемы с битриксом, с конфлюенсом, там, с экшенжем, с апатчем и так далее, да, все, что на внешнем периметре, по сути дела, это оперативный патч-менеджмент, но, тем не менее, как бы, не всегда, там, вовремя удается что-то устранить, бывают, там, и теневые активы, да, то есть это вот второе место. Третье место – это, я бы, наверное, назвал скомпрометированные учетные записи, которые нам еще аукаются с времен ковида, да, тут нельзя не напомнить, что есть в Darknet различные магазины, которые позволяют, ну, купить, по сути дела, начиная с 10 долларов доступ, первоначальный доступ в компанию, да, как это происходит, ну, во времена ковида мы там совместно с нашими детками сидели, работали, и очень часто родители, как бы, использовали иногда один и на двоих компьютер первое время, когда кто не был готов, ну, и, соответственно, у деток, там, они играют в различные игры, там, Roblox и Minecraft и прочее, они хотят, там, получать всякие веселые вещи, да, ну, и, соответственно, скачивают себе различные трояны, это Redline Steelers, это Азарюльты, соответственно, за счет этого компрометируют родителей, да, соответственно, корпоративную почту родителей, когда родители просто… я сейчас быстренько зайду, проверю почту и получили, да, то есть это вот третье место. Ну, и четвертое место, хотя тут тоже такая уже все пограничное, да, там разные страны по-разному, это, соответственно, атаки на цепочку поставок, зачем мне атаковать какую-то сильно защищенную компанию, я лучше такую маленького какого-нибудь подрядчика, который там работает с моим… с моей целью, да, и через его ПО занесу к нему там различные нехорошие вещи. То есть арсенал как бы ширится, злоумышленников, и, соответственно, тренд на это пока высходящий, и его как бы, ну, не видно того, чтобы это была какая-то такая нисходящая, да. Если посмотреть там на западные рынки, в принципе, у них, наверное, вот они сейчас прошли пик по атакам, ну, и, соответственно, вот мы где-то с таким составанием в один-два года, как правило, да, находим. Здесь еще нельзя не отметить, если кто там следит за новостью Кибербеза, что конфликт СВО на Украине, да, повлиял тоже на некоторые появления группировок, и, в частности, там, Служба безопасности Украины сейчас под своим, так сказать, крылом объединяет всех активистов и вполне себе, ну, хочет, там, и с одной стороны нанести вред, с другой стороны, я подозреваю заработать денег, вот, поэтому я думаю, атаки будут становиться только сложнее. Ну, а здесь, как бы, даже сейчас, если посмотреть, то в среднее время у злоумышленника занимает около 84 минуты, да, проникнуть внутрь инфраструктуры, ну, и может достаточно долго оставаться незаметным, 16 дней – это медианное время, да, иногда это дольше может происходить в зависимости от того, насколько компания может быть ему интересна, да, можно ли через нее совершить какие-нибудь атаки, которые, соответственно, ну, как бы на более крупную цель. Соответственно, как только злоумышленник получает первоначальный доступ в инфраструктуре, как я уже сказал, он становится наиболее незаметным, да, и тут начинается этап горизонтального перемещения, когда мы хотим добраться до какой-то цели, и если посмотреть, там, на то, как мы обычно сегментируем нашу сеть, то чаще всего у нас бывают, там, DMZ-зоны, да, где мы располагаем сервисы, которые публикуются в сеть интернет, какой-то пользовательский VLAN-ы, несколько пользовательских VLAN-ов, соответственно, под VLAN-ы, там, с приложениями, со СУТП, какими-нибудь принтерами, аудио-видео, там, VLAN-ы, да, и так далее. Ну, и, соответственно, если, как бы, там, не следить за привилегированными учетными записями, достаточно легко злоумышленник может их, там, получить, да, не разрывать связи между различными сегментами, соответственно, злоумышленник легко достаточно получает доступ к этим высокопривилегированным записям. Что, ну, соответственно, здесь мы говорим, что да, мы уже пропустили, и нужно что-то с этим делать. Что мы позволяем сделать? Мы, соответственно, в каждой из сегментов сети позволяем разложить ложный слой данных, который, ну, злоумышленнику тяжело избежать. Поясню, о чем идет речь. Мы знаем, ну, опять же, логику злоумышленника, что ему всегда, допустим, хочется получить, ну, допустим, доменного админа, да, в своих, в рамках распространения приманок, да, по сути дела, это приманка, ну, для тех, кто не знает, на всякий случай скажу, а то я говорю, говорю, да, вдруг кому-то неизвестно, соответственно, приманка – это артефакт работы пользователей, то есть мы эмулируем, как будто бы пользователь на рабочем столе, ну, самое простое, сохранил текстовый файл, как я уже сказал, с логином и паролем от какого-то ресурса. Вот это, ну, самый большой пример, и таких у нас приманок там уже больше 30 штук. Ну, и, соответственно, что можно сделать, да, допустим, эти крясные тряпки, с одной стороны, раскидать, ну, на тех хостах, которые там интересны, да, можно раскидать там, допустим, группу локальных администраторов на конечных рабочих станциях, да, допустим, мы знаем, что у нас там определенная группа есть, мы, соответственно, можем туда в качестве приманки добавить учетную запись, она будет в AD, там будут у нее красивые атрибуты заполненные и так далее, соответственно, и с другой стороны, раскидать вот таким вот образом, с помощью артефактов на конечные рабочие станции. И здесь, собственно говоря, когда злоумышленник попытается воспользоваться этой учетной записи, то есть он возьмет либо из файлика, там, либо из браузера, ну, те места, в которые мы положим, и мы увидим попытку этой аутентификации, зафиксируем, соберем форензику, передадим. Это первый вариант, да, по сути дела. Второй – с помощью ловушек, когда мы какие-то сервисы проэмулируем. Допустим, у вас есть какой-то там сервер 1С, который для вас критичный, да, вы можете параллельно с основным поставить фейковый 1С сервер, и любое обращение к этому фейковому 1С серверу, да, будет вызывать какой-то, собственно говоря, инцидент информационной безопасности. И, ну, таких приманных и ловушек, собственно говоря, мы можем раскидать во все сегменты сети, неважно, да, то есть это и DMZ может быть, и пользовательский сегмент, и сейчас и ASUSTP сегмент, мы это поговорим. Что же у нас, ну, появляется нового, то есть мы свой продукт моделизируем, да, для того, чтобы те модули, которые были или интересны нашим заказчикам, они могли купить отдельно. За счет этого мы немножко удешевляем данные, ну, тут, собственно говоря, на слайде представлены основные модули, которые мы выделили. Из новинок хотелось бы отметить вот DECOE, про которые мы сегодня поговорим непосредственно, интеграцию с различными СИЭМами, то есть теперь у нас будет двухсторонняя интеграция СИЭМов, то есть мы сможем получать сведения о идентификации учетных записей с любых систем, да, через СИЭМ, и также в СИЭМ обратно отдавать там инциденты информационной безопасности, если будут связаны с этими учетными записями, то есть такая двухсторонняя связь СИЭМ получается. Соответственно, сателлиты – это если вам нужно, необходимо сделать геораспределенную сеть, да, чуть подольше поговорим. И мы переименовали один модуль, у нас он назывался Credential Defender, Identity Protection. Мы посчитали, что Credential Defender не совсем, как бы, отвечает тому назначению, которое есть в модуле. Этот модуль будет отвечать у нас за то, чтобы находить на конечных рабочих станциях скрытых администраторов, находить какой-то слой данной, который злоумышленники могут воспользоваться для повышения привилегий, вычищать его с конечных рабочих станций, находить скрытых администраторов в Active Directory и так далее. То есть мы этот модуль будем в следующем году активно развивать. Ну и ряд других модулей, которые тоже появились или будут заявлены, да, вы видите, про часть я уже говорил, более подробно сейчас на демонстрации покажем. С Володей, соответственно, он продемонстрирует, как это все будет выглядеть в интерфейсе. Если говорить про новинки более подробно, да, то есть модуль первый, о чем бы хотелось сказать, это сателлиты, модуль, который позволяет построить геораспределенную инфраструктуру, позволяет, например, развернуть приманки и ловушки уже не только внутри корпоративной сети, но и в DMZ-зоне, да, соответственно, здесь за счет чего это достигается. То есть у нас будет, как и раньше, сервер управления, и будут сервера-сателлиты, которые вы можете развернуть в любом филиале или в любом сегменте сети для того, чтобы сегментировать, да, и более гранулярно открывать сетевые доступы, для того, чтобы у вас был не один сервер управления, через который, ну, там, условно говоря, да, мы всегда можем так подразумевать, что если его вдруг скомпрометируют, то получается доступ получится всего. Соответственно, мы сделали так, чтобы у нас был сервер-сателлит, который бы там в филиале, вы могли открыть доступ, там, к, допустим, до этого сервер-сателлита с локальных рабочих станций, с локальных AD-серверов, там, CM-систем, и, с другой стороны, он же управлял серверами ловушек. И нам потребуется только лишь один доступ, там, по 443-му порту для сервера управления. Вот. За счет этого вы достаточно гибко сможете управлять, если у вас большая инфраструктура, филиальная инфраструктура и, там, тем же самым DMZ-сегментов. И таких сервер-сателлитов, ну, достаточно большое количество вы сможете развернуть на, как бы, в своей инфраструктуре. Соответственно, Dicoy Trappi тоже новый модуль. Соответственно, здесь мы позволяем создавать ловушки, которые отвечают уникальным цифровым отпечаткам различных устройств. Да, это и рабочие станции мы можем теперь эмулировать, и любую версию Windows 7, там, Windows 10, там, серверный сегмент и так далее. Причем можно будет это добавлять не одним устройством, а можно добавлять будет массово. То есть можно сделать будет, например, целую подсеть устройства, а мы проанализируем, что у вас там, какие IP-адреса в подсети доступны, и на эти IP-адреса заполнены серверами ловушки. В будущем, это также у нас есть в планах, сделать так, чтобы между рабочей станцией, допустим, и сервера ловушки между собой взаимодействовали, чтобы еще больше создать ложный слой данных. Например, когда злоумышленник в Airshark посмотрит, он увидит, что идет какое-то взаимодействие. Возможно, там, какие-то пароли даже будем передавать в открытом виде специально, для того, чтобы еще сильнее закрутить этот ложный слой данных. Также обращу ваше внимание, что у нас появились различные сетевые коммутаторы. То есть мы можем эмулировать устройства типа CheckPoint, Cisco, Huawei, Fortinenta. Соответственно, там будет, ну, если вы там Nmap или другим устройством посканируете, там реально ответит устройство, которое как бы выглядит будет как CheckPoint. Ну, на самом деле, это сделано больше для того, чтобы злоумышленника ввести в заблуждение и немножко его остановить. Ведь по факту любое обращение на это устройство уже вызовет инцидент информационной безопасности. И, собственно говоря, тут только уже время вашей реакции на инцидент позволит остановить его. Но, тем не менее, чтобы сделать его, как бы, этот слой наиболее реалистичным, мы отвечаем так. То есть там Uname будет команда работать, и все команды, которые там принадлежат к каким-то тем или иным устройствам, они все сработают, и как бы там он будет пытаться проверять. Специализированные устройства тоже запланированы. Сейчас пока их там ограниченное количество, но в любом случае мы стартовали с 20 штук, ну, всех этих эмулируемых активов, и будем расширять по мере там запросов от заказчиков, да, соответственно, на следующий год план сделать их около 100 штук. Обращу ваше внимание также, что у нас там и видеокамеры, мы сможем и принтеры, там, если у вас принтерный сегмент тоже отдельно, тоже можно развернуть. Следующий – это модуль Trapless, мы его назвали. По его названию можно понять, что для того, чтобы, как бы, он работал, да, нам не требуется, теперь не будет требоваться подключение напрямую к домен контроллеров, в вычитывании логов, да, мы теперь сможем логи получать, собственно, из CM систем. Ну, на первом этапе у нас это Kafka, RabbitMQ, CM, Windows Vec, Windows Event Collector. Суть в чем в том, что, например, у вас могут быть учетные записи на какие-то системы, они могут быть не только в Active Directory, они могут быть, так сказать, стендалон, да, когда они используются только в конкретной системе. Чаще всего это какие-то старые системы, да, которые не поддерживают Single Sign-On. Ну, и, соответственно, вы собираете там в CM или в какую-то другую систему, в коллектор в какой-то, собираете события с этих систем, да, по модификации. И вы можете создать там ложный слой данных для этой системы, да, соответственно, и распространять его на рабочей станции, допустим, какой-то критичный. И как только его начнут использовать даже, ну, и без использования Active Directory, да, соответственно, мы тоже это увидим и зафиксируем, и передадим данные в инцидент информационной безопасности. То есть тоже здесь у нас появляется гибкость за счет того, что мы можем использовать не только систему идентификации на базе Active Directory. Xelomit здесь, собственно говоря, это модуль, который помогает вам обнаруживать такие устройства в сети, как, например, Responder. Не знаю, слышали или нет, надеюсь, слышали. В Kali Linux есть инструментарии, которые позволяют делать атаки на широковещательные запросы, такие как LMNR, MDNS, NetBIOS, да, ну и, соответственно, что здесь происходит, да, то есть злоумышленник там ставит этот респондер, ну или может там подложить там в письме, там как-нибудь, да, подложить своей жертве ссылку, либо жертва может ошибиться в названии, там, допустим, того же файла сервера, например, у него пишется файл сервер, он какую-нибудь буковку одну не допечатал, злоумышленник ему тут же с помощью этого респондера как бы выдает запрос логин и пароля, логин и пароль он вводит, да, как бы жертва его внутри сети уже, и он получает его логин и пароль, и тем самым как бы попадает на его рабочую станцию, и, возможно, там, ну, дальше продолжит там построить свою цепочку атаки. Вот, вот, чтобы находить такие устройства респондера в сети, наши ловушки стали активными, то есть они вот рассылают такие широковещательные запросы, и с помощью этих, ну, широковещательных запросов, то мы обнаружим вот такие пассивные устройства, которые просто стоят, да, они как бы там особо не отсвечивают, вот, но за счет, как бы того, что они могут делать вот такие вот man-in-the-middle-атаки, так называемые, да, они достаточно опасны, и, как бы, их следует постоянно искать. Давайте теперь, чтобы не быть голословными, я попрошу Владимира включить микрофон и, собственно говоря, продемонстрировать веб-интерфейс. Да, коллеги, добрый день, меня слышно? Отлично, Володь. Коллеги? Слышно, слышно. А, все, отлично. Так, надеюсь, еще и видно. Я расшарил экран, давайте перейдем к веб-интерфейсу решения. Я предлагаю поступить как? Два слова прям наставить в начале на то, как это работает в целом, просто для тех коллег, кто еще не знаком с решением, а и дальше уже перейти к новинкам, да, вот то, что сейчас как раз-таки было все рассказано Дмитрием. Значит, как работает само решение, как оно построено? На тестовом стенде у меня сейчас развернуты, значит, сервер управления, сервер ловушка, да, как уже было сказано, ловушки бывают двух типов декой и RealOS, это мы сейчас тоже все посмотрим, и коннектор. Коннектор, собственно, как и было сказано, да, для подключения каких-то удаленных, распределенных сетей. Так, значит, как это все работает? У нас есть защищаемые хосты, это те хосты, куда мы помещаем приманки. Приманки выглядят в виде каких-то текстовых файлов, каких-то записей в реестр, каких-то там закэшерных данных, данных Windows Credential Manager, да, где у нас хранятся виндовые всякие там подключения по RDP, по SSH, по HTTP, там, да, какие-то сервера. Вот, собственно, сама приманка формируется из учетной записи, да, которую вот мы видим здесь, система может использовать как и ложные данные, да, можно добавить свою учетную запись с паролем, любую совершенно, либо она может использовать неиспользованные учетные записи за какой-то период времени или заблокированные. Допустим, например, там работал коллега, да, у вас его учетка, его заблокировали, она до сих пор висит в AD, вот, и почему же, да, нам ее не использовать? Она, грубо говоря, выглядит как легитимная, в системе со всеми атрибутами она легитимная, там все красиво, все прямо вот как настоящие учетки, да, почему бы ее не использовать? Вот, пожалуйста, система это все позволяет сделать. Так, значит, первая часть — это аккаунты, да, учетная запись, как я сказал, и вторая часть — это то, куда они должны вести эти приманки, то есть это наши сервер-ловушки, да, на которых развернуты эмулируемые сервисы. Допустим, там SSH, веб, неважно, любые сервисы, да, которые позволяют нам сделать, проэмулировать приманка. Собственно, вот приманка — это вот низкоинтерактивная приманка, да, которая имеет невысокий уровень интерактивности, даже, можно сказать, где-то не совсем его не имеет. Это вот протоколы, которые она может эмулировать. Протоколы можно настраивать, собственно, чтобы это как елочная, да, как елка, точнее, с игрушками не светилась. То есть можно взять ловушку определенного, например, типа, разместить где-нибудь там в политическом сегменте и отключить там, например, какой-нибудь RDP, веб, например, да, если там только какие-нибудь там SSH, например, да, у нас линуксовые хосты. Вот. Ну и, собственно, Decoy. Decoy — это вот, как и уже было сказано, высокоинтерактивные ловушки, да, которые уже имеют степень интерактивности. Я это сейчас все покажу. Здесь, значит, хочется отметить то, что можно создавать устройство. Устройство у нас может быть… Сейчас, например, задам какой-нибудь там. Хочу показать типы устройств, которые мы можем эмулировать. Вот. Достаточно широкий список. Здесь вот выпадающие списки, да, можно увидеть. То есть это все то, что вы можете эмулировать у себя в сети. И это будет выглядеть как реально настоящее устройство. Давайте перейдем, вот покажу сейчас, как это все выглядит. Вот, например, да, я проводил скан своей ловушки, которая является высокоинтерактивной. И это эмулируется Linux сервер. То есть если мы еще раз вернемся, увидим здесь вот, что это Debian, какой-то имеет API-шник, да. Переходим сюда. Значит, что, когда мы отсканируем… Когда, ну, например, злоумышленник попал в сеть, да, он начинает сканировать ее, неважно, мапом, чем-то другим, в итоге он увидит вот такую все равно отбивку, что это у нас действительно там 21, 22, 23 порт светится, это действительно, да, вот по Linux 5.x какой-то, и то есть тут прям ядро ОС, то есть это прям вот настоящее какое-то устройство. Что значит нас увидеть злоумышленник, когда пойдет, например, у нас, да, вот на эти ловушки попадет. Вот, ну, например, попал куда-нибудь на хост, увидел приманку, да, в виде там какого-нибудь файлика с названием крец, да, например, ну, неважно, как он называется. Вот, и значит, что он подключается, да, к нашему серверу, вводит какой-то вообще любой пароль, любую учетную запись. В этот момент что хочется отметить, вот в правом нижнем углу сейчас появилось уведомление, что, да, пришло почтовое уведомление, что у нас, да, сел инцидент безопасности. Вот, если мы откроем это почтовое уведомление, да, то мы увидим сразу же вот то, что вот с этого хоста на такой-то хост ловушки, да, по там протоколу ССА в такое-то время с такой-то учеткой было совершено вот какое-то сетевое взаимодействие. То есть хочу здесь отметить, что это происходит моментальное, моментальное реагирование, уведомление на это. Вот, собственно, мы сейчас зашли на высокоинтерактивную ловушку, да, здесь мы можем, например, выполнять какие-нибудь команды, да, вот, допустим, ну, топ, ладно. Что я хочу еще показать, в чем степень, да, высокоинтерактивности. Например, если мы тут создадим сейчас файлик с вами SH, тач, да, тест SH, если мы увидим с вами вас, мы увидим здесь этот файлик. То есть злоумышленник, вот все равно, вот попадая сюда, все равно будет чувствовать себя как в каком-то прям настоящем сервере, да, в настоящем устройстве и уже начнет себя выдавать. Ну, то есть сейчас мы выполняли какие-то команды, да, в интерфейсе мы все это увидим. Все эти команды, что мы выполняли, да, можно будет проанализировать даже. А кто это такой, там, может быть, да, с какой-то, может быть, характерный у него поведение, с какой-то он группировки, чтобы уже там, да, может быть, бегать, задержаться за голову и все отрубать. Вот. Собственно, это что касается высокоинтерактивной ловушки. Но также у нас есть и возможность низкоинтерактивную ловушку использовать. Здесь тоже мы можем использовать любую учетку, любой пароль. Вот. Логинимся. Здесь мы видим уже, ну, название немножко такое странное. Даже здесь, если сейчас будем выполнять команды, вот, нам система будет говорить, а я не знаю такую команду, да. Ну, то есть в этом случае мы такую, не имеем немного интерактивности, да, но все равно в любом случае взаумышленник сюда коннектится, да, с использованием любой там учетки, и мы в этот момент его снова все равно опять-таки ловим, да. То есть здесь это именно вот работает так. Давайте теперь пойдемте по интерфейсу, посмотрим, что нового, да, у нас здесь появилось. Собственно, вот то, что мы сейчас рассматривали ловушки, это вот Decoy. Это вот еще не добавил здесь, что в ближайшем прям релизе, там на днях, возможно, выйдет, появится возможность создать некоторое количество устройств, да. Ну, чтобы там не сидеть ручками каждое устройство, не протыкивать какие-то там параметры. Можно прям создать огромную, прям, да, пласт этих устройств, и они сразу же у вас появятся. Инициализируются они быстро, то есть никаких здесь проблем обычно не возникает. Вот. И, собственно, митмагенты, да, про то, что вот мы сегодня тоже говорили, Дмитрий рассказывал, что вот если там, да, какой-то пользователь, не дай бог, там ошибется в названии своего там 1С-сервера, допустим, запрос улетает в широковещательную сеть, и злоумышленник в этот момент, если он слушает трафик, да, и имеет возможность в этот трафик подсунуть пакет и сказать, «О, это я, это я, давай ко мне». Вот. Ну, здесь, да, тоже мы это увидим. Вот. Собственно, про что еще хочется рассказать из нового? Это про возможность источника, добавления источников событий, да, это вот так называемый Trapless модуль. Что мы здесь видим? Ну, Windows Active Directory, так это и было изначально, да, в системе доложено, это уже, так сказать, обычная история, вот. Ну, а появились новые возможности, это Event Collector, да, вот как уже тоже было сказано, Kafka, ArcSight, вот, и PTCM, вот, в ближайшем подходе прям. Вот. Сервери-сателлиты, так называемые коннекторы, да, что это у нас, как это выглядит, и давайте, наверное, немножко же делаем шаг назад и посмотрим, как это настраивается, настраивается, подключается, да, то есть вы устанавливаете сервер сателлит, да, так называемый коннектор, он у вас поднимает веб-интерфейс, да, ну, здесь у меня уже учетка скринена. Собственно, это вот сейчас мы видим веб-интерфейс сателлита коннектора, здесь мы, когда его подключаем, указываем API-ключ, который мы создаем в самой системе в сервере управления. То есть сейчас вот здесь видно, да, устройства, которые у меня подключены к серверу управления с помощью API-ключа, API-токена, да, то есть это вот сам коннектор на Windows, это вот трап, который у нас обычный, это вот трап, который высокоинтерактивный, а это коннектор уже на Астре, да, ну, то есть вендор поддерживает не только Windows, да, а еще и Linux как платформу для разворачивания системы. Вот. Собственно, да, здесь добавляем, все, он у нас подключается, и уже мы готовы им, как я уже здесь показывал, собирать события, да, можно выбрать вот коннектор, например, сателлит, и он у нас будет собирать события, там, какие-то учетка или с кавки, или сателлит, или того же самого, неважно. И, собственно, что еще мы можем делать с коннектором, так это распространять приманки, то есть заходим в политику, и, например, там у вас политика для политика сегмента, политика там тоже так же для бухгалтерии какой-нибудь, вот, и здесь, собственно, что мы видим, появилось еще вот такое дополнительное поле, где мы указываем также коннектор, да, который будет выполнять как раз-таки у нас распространение, очистку приманок и прочий функционал в этом вот сегменте. Так, ну, собственно, еще, что хотелось показать, это инциденты, да, это то, что вот мы сейчас, например, обращались к нашей ловушке, да, и вот, как я и говорил, например, логин, да, мы видим событие успешное, дальше команду ls мы вызвали, топ, да, вот, который я взывал, и дальше вот, например, уже touch, test.csh, ls, да, там, pvd, ну, то есть зоумышленникам и все, что он будет выполнять, любой его чих, мы вот сразу все это видим в системе. И что еще хочется отметить очень такого, из интересного, это мы можем также собирать форензику, да, с хостов, ну, то есть она, во-первых, собирается автоматически в момент инцидента, здесь сейчас, скорее всего, там, может быть, у нас кто-то с сетевыми доступами именно на этом хосте, вот, я могу показать на другом хосте, да, тоже тестовом, вот, например, у нас была собрана форензика, да, мы ее можем скачать, можем ее какую-то стороннюю систему передать, то есть выглядит все как JSON-файл, да, со всеми данными форензики, которые собирает система с хостов, ну, то есть это сетевые всякие там таблицы, ARP, это всякие там слепки, какие службы, сервисы были запущены, это там, что там еще, да, огромный на самом деле пласт, могу сейчас это все показать, как это выглядит. Ну, собственно, вот форензика, и, как мы видим, здесь листать, не перелистать, то есть это можно даже отдавать сторонние системы, да, это на самом деле даже нужно делать, вот, и тем самым вы прям будете держать руку на пульсе и видеть, а что же там все-таки произошло, и как это все расследовать. Да, здесь еще, Володя, извини, добавлю, а здесь еще хочется отметить, что для нас это была там не совсем тривиальная задача, вот, собирать форензику именно безагентским способом, да, и вот, в принципе, если мы говорим про защищаемые хосты, как мы распространяем туда приманки, это все происходит безагентским способом, у нас там есть разные, ну, различные варианты, как это можно сделать, ну, то есть и из веб-интерфейса, из консоли, и там сторонними средствами имеется в виду, тут тоже безагентскими, да, именно, нету, то есть наша основная задача сделать так, чтобы работа решения максимально была незаметна, и чтобы тот ложный слой данной, который мы распространяем на рабочей станции, он как бы себя сам не скомпрометировал за счет наличия какого-то агента на конечной рабочей станции. Да, да, полностью подписываюсь. Вот, я, в общем, что сейчас хотел показать, сам процесс распространения, да, вот, то есть у меня сейчас используются три винтовых хоста, там, два вин-10, один Windows-сервер, да, и два линуксовых, да, по-моему, это Debian, RedHat, если не изменяет память. Вот, собственно, прошел весь процесс, да, распространения, видим, что у нас там один хост вот по нулям, это значит, какая-то с ним проблема, можно его будет отфильтровать, например, да, от того общего количества, которое у вас здесь будет в списке. Ну, это у меня сейчас на тесте, да, здесь всего лишь 5-6, а у заказчиков наших там и по сотням, и по тысячам, да, хостов, вот, и немного неудобно сидеть это ручками, а здесь берем там статус успешно-неуспешно, все отфильтровали, с ними поработали, взяли, посмотрели, что там не так. То есть это все отслеживание, мониторинг, контроль распространения приманок здесь, как бы, на достаточно хорошем уровне. Ну, и, собственно, что мы можем видеть, да, если вот нажмем, например, на хост, какие тут, например, приманки, да, у нас были разложены, что я говорил в начале. Вот, например, тип приманки, да, мы видим PuTi, файл Zilla, MS Vault Generic, то есть MS Vault Generic, например, да, если мы откроем Microsoft Vault, где хранятся, вот, как я говорю, Windows Credential Manager, по-моему, называется, там как раз-таки вот мы увидим вот эти вот приманки, например, да, по RDP, собственно, то же самое, они будут лежать рядом, там, две вкладочки, одна отвечает за веб, другая отвечает за какие-то там вот RDP-соединения. Chrome то же самое, как кэшируется в файле, вот. Мы, то тоже, что хочется сказать обычным взглядом, да, пользовательским, например, допустим, если там пользовательский хост какой-то модуляций, там, приманки, пользователь может не увидеть эти приманки. Да и на самом деле лучше, что если он не увидит их, почему? Потому что, да, если, допустим, поставить вас на, да, нас, да, на место пользователя, который увидел на своем хосте какой-то странный файл, который называется PASS, да, он его открывает, а там какие-то странные названия хостов, ну, то есть как странные, легитимные, да, там, вроде бы как бы даже похожие на те, что есть в инфраструктуре, да, но все равно это подозрение. Почему такое, что это появилось, и он пойдет, и мы будем ловить кучу фолзов из-за этого. На самом деле правильнее, когда приманки где-то лежат внутри, закэшированы в реестре, допустим, куда злоумышленник точно пойдет. Почему? Потому что они, по опыту показывать, не идут, просто не открывают путь и сразу же оттуда куда-то ломятся. То есть все равно у них есть какой-то такой изощренный свой хитрый путь, на котором мы их с вероятностью на втором, на третьем шаге все равно поймаем. Володь, я здесь добавлю, просто иногда даже, не знаю, если вот тот отслеживает какие-то группировки, иногда они выкладывают криншоты, которые даже показывают их логику работы. Недавно есть группировки украинские, которые любят хорокориться и выкладывают различные свои злодеяния, и они прям видно, что они заходят банально в мессенджер пользователя с компрометированной рабочей станцией. То есть у пользователя был залогинен мессенджер, и они просто в мессенджере ищутся по слову пароль. Аналогично они поступают там и в Windows или в Linux, да, в Windows, они просто поисковиком ищут там пасворд, пароль, ПВД, юзер, что-нибудь типа такого. Или там в реестре тоже через классический поиск реестра тоже ищут там пасворд, ну, такие же, собственно говоря, поля. Вот, и в Linux это греб, да, тем же гребом сделали, гребнули по этим же полям и тоже поискали. И как раз вот в момент, когда они, ну, это делают, наша задача, чтобы наши файлики там подсунулись вот на такие запросы легитимные. Да, да. Это, собственно, наверное, все, что я хотел показать и, наверное, рассказать. Вот, если есть какие-то вопросы, коллеги готовы вам на них ответить. Так, коллеги, я прошу вернуть тогда презентацию. Про демонстрацию мы прошли. Условия лицензирования. Лицензируемся мы достаточно просто. Сейчас это количество защищаемых хостов, умножаем на циферку, получаем, соответственно, бюджет. Вот, срок у нас либо это подписка может быть, либо бессрочная лицензия. Если бессрочная лицензия, то, соответственно, там каждый следующий год это 25% от стоимости на поддержку и, ну, и все. В подписке, естественно, включена и стоимость техподдержки, и все обновления. Если вас, ну, заинтересовало, да, для пилота нам не требуется никаких там суперресурсов. Для этого требуется всего лишь два виртуальных сервера со средней конфигурацией, да, то есть, ну, чаще всего пилот у нас проходит в течение одного месяца. Очень любим пилоты, чтобы показать эффективность решения под пин-тест, соответственно. И если вам это интересно, есть интерес в таком пилоте, то на слайде вы видите e-mail адрес, да, и, собственно говоря, можете обращаться к нашим коллегам. Они помогут, и мы вместе с ними вам поможем провести этот пилот очень качественно. У коллег с Диалог науки уже большой опыт, как на больших проектах, так и на средних, на любой сложности. Уже реализовали с ними не один проект, и многие из них завершились покупкой решения. Вот, поэтому у них большой опыт по эксплуатации нашего продукта. Собственно, хотелось бы закончить. Если у вас остались вопросы, давайте, задавайте, либо можете на e-mail задавать, либо обращаться к коллегам из Диалог науки для того, чтобы сделать пилот. Я немножко на слайдик пока назад вернусь, чтобы у всех остался он. А так, спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Да, коллеги, так же. Дмитрий, Владимир, большое спасибо за проведение презентации и демонстрации интерфейса XELA. К сожалению, что-то у нас никто у нас не пишет, видимо, все переваривают информацию еще. Коллеги, ну, тогда давайте действительно повторюсь немножко, что всю информацию, которую, соответственно, сегодня демонстрировали наши спикеры, она будет отправлена на e-mail, а также будет размещена у нас на сайте. И все контакты, соответственно, будь то из презентации или на всех рассылках, также есть форма обратной связи. Если что-то появится по итогу просмотра, да, или какие-то вопросы, то будем рады на них ответить. А так, я думаю, да, действительно, можно завершать и дальше, соответственно, уже общаться в оффлайн-режиме. Всем спасибо, коллеги, хорошего дня. До свидания. Всего доброго.